Всех приветствую, мои дорогие! Накопились у меня покупки из магазинов Подружка и хочу показать, что я приобрела. Все покупалось в разные дни в разных магазинах и давайте смотреть. По желтой цене, то есть со скидкой 50%, приобрела салфетки. Это у нас идут салфетки бумажные, два слоя, 100 штук и стоила такая упаковка 47 рублей. И также я приобрела вот в таком дизайне, но они у нас уже в использовании, поэтому так выглядят. И здесь такая же информация. За 15 рублей приобрела пену для ванн. Утром, когда я просматривала информацию в разделе скидки, я увидела, что около этой пены стоит слово сейл. Цена 135 рублей зачеркнута и стоит цена 15 рублей. Я посмотрела, где эта пена есть в наличии и поехала в тот магазин, куда у меня была возможность доехать. И взяла эту пену я со стенда. Она там была вот в единственном экземпляре. И если верить сайту, то также по 15 рублей в корзину пошли еще пены с другим дизайном. То есть, ну, как бы вариант для мальчиков. Вот такая красивая. Здесь у нас 500 миллилитров. Возраст 3+, но у меня младшей дочке уже 6 лет. Вот так называется. И, насколько я понимаю, подобная продукция представлена не во всех подружках, а только в подружках с расширенным ассортиментом. Хотя до того магазина, где я приобрела эту пену, я была в другой подружке с расширенным ассортиментом. И там подобных пен не было. Так, это у нас, насколько я понимаю, дата производства. Девочки, я вот так посмотрю. Срок годности 2 года. Ну, то есть, получается, до 23... до апреля 23-го года. Будем использовать. И раньше я подобный бренд не пробовала. Следующее, что я вам хочу показать, это у нас крем для тела от марки California Mango. Мне кажется, недели 3 назад эти кремы ушли в корзину. Я его, правда, приобрела со стенда в тот день, когда они уходили. И обошелся он мне в 150 рублей, а изначально, мне кажется, стоил больше 500 рублей. Мне кажется, эту марку, возможно, подружка потихонечку будет выводить, потому что уже многие средства от этого бренда до этого уходили в корзину. И многие средства сейчас идут по желтой цене. Вот, например, с этой среды, от этой марки по желтой цене пошли средства для волос, насколько я успела заметить. Давайте покажу вам информацию. Следующее, что я вам хочу показать, это вот такой натуральный тонизирующий аквагель для душа, упругость кожи, домашний спа. Это у нас марка Organic Kitchen. И они пошли в корзину по 50 рублей. Давайте покажу информацию. Объем здесь 270 миллилитров. И, возможно, эта марка тоже представлена в магазинах с расширенным ассортиментом, потому что я их именно вот в таких магазинах видела. Ну, я была в двух магазинах именно с расширенным ассортиментом. И вот там я такие гели видела. Следующее, что я хочу показать, это гель для душа от марки Камэй. Также приобрела за 50 рублей. Если верить сайту, подобные гели, по-моему, были представлены в трех или четырех вариантах, ну, то есть с разными ароматами. И они все пошли в корзину по 50 рублей. Но я видела только в таком варианте. То есть я также приобрела со стенда в тот день, когда они ушли в корзину. Вот так девочки выглядят. Мне кажется, они какое-то время по желтой цене стояли, так же, как и кремы от Калифорния Манго. И вот потом, спустя время, пошли в корзину. Вот насчет пена точно по желтой цене не была. Она как-то сразу с полной стоимости в корзину отправилась. А вот насчет геля для душа я, честно говоря, не помню от Organic Kitchen. За 50 рублей приобрела дезодорант Adidas. Ну, либо муж, либо сын будут пользоваться. Стоил он 50 рублей. Ушли они в корзину. Кто смотрит сторис в моем инстаграм, я думаю, видели. Я там выкладывала фото корзины, в которые было много товара. Просто этот товар еще, ну, я так понимаю, не отправили в корзину, потому что как-то сначала они ценнички клеят, потом это идет в корзину. И вот там было много разного товара по 50 рублей, в том числе и эти дезодоранты. И в той же корзине я увидела от марки Формона, линеечка Тутти Фрути. Вот такие, по-моему, это у нас крем для тела. Я, если честно, даже не знала, что они пойдут в корзину. Как-то я этот момент пропустила. Может, на сайте не увидела. И если бы они, ну, не находились бы в той же корзине, я бы даже, наверное, и не знала, что они ушли. 200 миллилитров. Вообще, у этой линеечки всегда очень приятные ароматы. И поэтому тут я даже без сомнения взяла. Вот такая, девочки, информация. Ну, конечно, за такой хороший крем, да еще 200 миллилитров, 50 рублей. Это, знаете, прям, как говорится, даром. Некоторые позиции я беру по одной-две штучки, потому что я еще всегда стараюсь взять для мамы и для сестренок. Также приобрела я по 50 рублей вот такой натуральный бальзам и натуральный шампунь. Если верить остаткам, то такая продукция представлена чуть ли не во всех подружках. И я где была, и даже была я и на следующий день, я в корзинах видела много вот таких шампуней и бальзамов. Они долгое время стояли по желтой цене. По-моему, стоили 147 рублей, если я не ошибаюсь. И как-то, знаете, другой товар по желтой цене, как я заметила, разбирали. Вот почему-то эти шампуни и бальзамы так и продолжали стоять, причем в немаленьком количестве. И также в немаленьком количестве, ну, по крайней мере, в тех магазинах, где я была, они ушли в корзину. И, возможно, даже до сих пор есть в корзине. Следующее, что я вам хочу показать, это вот такой крем для рук. Он по желтой цене не стоял. Также я увидела около него на сайте слово сейл. И цена 175 рублей была зачеркнута. И было написано, что 50 рублей он стоит. И таким образом я понимаю, что товар ушел в корзину. Также я посмотрела, где он на остатках. Но дело в том, что я заметила, что с той поры, как вот был локдаун, почему-то остатки перестали снимать. То есть на самом деле товара может уже в магазинах не быть, может его раскупили, а на остатках он чуть ли не во всех магазинах присутствует. Но вы знаете, я когда езжу, ну, посмотреть, да, какой-то товар, я особо никогда не рассчитываю, что именно мне этот товар достанется. То есть тут, знаете, как из серии, либо повезет, либо не повезет. Товар может быть, но его могут прямо вот за секунду перед вами, да, забрать, например. Может его и не быть. Тут уже, ну, как говорится, как повезет. Мне очень нравится аромат манго, поэтому я этот крем без раздумий приобрела. 75 миллилитров, причем, вы знаете, так интересно, в том магазине, где я его приобрела, я его увидела на стенде, то есть он стоял за полную стоимость, видимо, продавцы еще не увидели, что он в корзину ушел. И вот он стоял одна штучка, я его со стенда взяла. Когда я уже приехала в другой магазин, вот и там как раз, ну, видимо, уже продавцы успели собрать в корзину товар, который в корзину отправляется. Вот там в корзине таких кремов было много. То есть все-таки еще зависит, да, где, в каком магазине, сколько товара изначально, ну, на остатках присутствует. Так, дальше, девочки, покажу вам. Приобрела я вот такую косметичку из корзины. Кстати, в корзинах сейчас очень много разных и косметичек, и сумочек, и даже рюкзаки я видела, и всякие расчески, зеркала. И здесь вот эта косметичка 50 рублей, как вы видите, стоила. Мне просто нравятся французские бульдожки, и поэтому, когда я увидела такой дизайн, я решила взять. Ну, дизайн плюс такая хорошая цена. Мне кажется, и кисти здесь можно и хранить, перевозить, если вы куда-то в поездку едете. И можно детям как пенал использовать, отдать, либо дома, ну, какие-то фломастеры, карандаши держать, чтобы они везде не валялись. И там еще был немножко другой дизайн тоже с французским бульдожкой. Ну, много мне не надо. Я взяла тот вариант, который мне, ну, наиболее был симпатичен. Так, давайте я тут немножечко подвину все. И вот сюда поставлю. И немножечко, наверное, камеру подвину, девочки. Чтобы у нас с вами как-то чуть больше в кадр влезало. Следующее, что я хочу показать, тоже увидела в корзине, хотя, по идее, этот товар должен на стенде висеть, где висит бижутерия. Но настолько мне понравилась эта милота, что я решила взять для младшей дочки. И почему это не корзиночный вариант? Потому что вы видите, вот полная стоимость. И вот висит наклеечка, то есть я приобрела со скидкой 50%. Бывает, что здесь наклеечка 70% висит. И обычно такой товар висит, как правило, внизу, на стендах, где присутствует бижутерия, всякие брелочки и подобные игрушечки. Ну, мне очень-очень показался милым этот единорог, ну, или единорожка. Я решила для младшей доченьки приобрести, потому что ей нравится подобное. И также для младшей доченьки приобрела я вот такие резиночки. Кстати, ободков, резиночек и заколочек тоже много вижу. И, знаете, вот подобные или в школу пригодится у меня. Доченька осенью в школу, в первый класс пойдет. Либо, бывает, в саду на какой-то утренник просят именно белые резиночки или заколочки для прически использовать. И я решила 39 рублей. Мне показалось, что здесь все аккуратно сделано, все симпатично. И я приобрела. И также приобрела вот такие резиночки. Тоже бывают нужны, тем более у нас резиночки то теряются, то как-то вот они изнашиваются. 39 рублей. Резиночек много. Тоненькие. Подобные тоже, бывает, очень даже пригождаются. Знаете, я, может, как-то мне надо сделать, чтобы видно было. Ой, плохая идея была. Давайте сюда я положу, девочки. Дальше покажу вам то, что я приобрела для себя. Это бижутерия, это кольцо. Да, мне иногда нравится что-то такое оригинальное, нестандартное. Я не считаю, что с возрастом обязательно надо только там золото, серебро и драгоценности носить. И это у нас кольцо шло со скидкой 50%, как раз вот на стенде, где бижутерия представлена. Вот его полная стоимость. Ну и, как вы понимаете, цена это минус 50% от этой стоимости. Давайте я его сейчас. Я, кстати, в магазине, если не уверена в размере, вот так прям беру аккуратно с упаковкой и вот так примерку произвожу. Давайте я сейчас уже хочу в нем сидеть. Я просто решила заранее не снимать, чтобы вам показать, как это все выглядит. Ну, на самом деле, мне хочется его уже примерить без всяких бирочек. Вот, девочки. Ну, такое, знаете, как баловство кому-то, наверное, глупым покажется. Ну, я люблю все подобное. Я как-то не привязываю к возрасту. Я считаю, нравится мне, значит, я буду носить. Не нравится, не буду носить. Так, следующее, что я вам хочу показать, я просто смотрю, ничего ли я еще не забыла. Это также из корзины за 50 рублей. Также, ну, кто смотрел сториз, видели, что их было много. Приобрела я вот такой крем от Гарнье. Я решила, что за 50 рублей почему бы не взять, даже как крем для рук можно использовать. Ну, я либо себе оставлю, либо мамочке отдам. И вот подобные кремы, я бывает, так как мне не все кремы подходят, к сожалению, для лица. Я, бывает, знаете, использую для шеи и зоны декольте. Вот такая здесь информация. Сейчас, кстати, по желтой стоимости очень много товара от Эвелин из разных линейчик. И думаю, рано или поздно то, что останется, также пойдет в корзины. Как вы видите, срок годности хороший, 50 миллилитров. На самом деле, у всего срок годности хороший, потому что я, ну, обычно вот в магазине уже проверяю сроки годности. Дальше покажу вам зубную пасту. Также они долгое время продавались по желтой цене, стоили 93 рубля. И ушли в корзину за 50 рублей. Ну, вот эту я со стенда приобрела. Я взяла еще для мамы и сестренки. Но в другом магазине, ну, кто видел фотографию, наверное, обратили внимание. Я видела, они лежали в корзине. Время уже было после обеда. Ну, после обеденное время. И вы знаете, при мне никто не брал. Ну, и получается, до меня не особо-то разобрали. Сейчас по желтой цене продолжают стоять похожие зубные пасты. Но там немножко другого цвета. То ли тут зелененькое что-то. Вот такая, девочки, информация. Я подобные не пробовала еще. И будет интересно попробовать. Зубная паста, вы сами знаете, всегда нужны, всегда в использовании. Поэтому, если я вижу по хорошей цене, я и по желтой цене, бывает, приобретаю. Ну, из корзин тем более приобретаю, если вижу. Также из корзины я приобрела вот такой крем. Тоже либо маме отдам, может, сама буду использовать. Я как-то, знаете, ну, не очень верю, что... Вот прямо если написано, вот такой возраст, что, значит, только женщины такого возраста могут использовать. Нет, ну, может, есть разница, например, молоденькой девочке, может, и не подойдет, если вот такой возраст стоит. Но я уже далеко не молоденькая девочка. Поэтому, думаю, ничего со мной страшного не случится, если я даже себе его оставлю. Так, и это у нас идет черный жемчуг, крем-сыворотка для век, ретинол плюс проколаген. Вот такая здесь информация. 50 рублей. И на стендах я видела, ну, такая еще линеечка 60 плюс, по-моему, стоит. Но уже за полную стоимость. Сейчас, девочки, как-то я буду еще ставить, чтобы все вылезало, ну, по возможности. Следующее, что я вам хочу показать, это средства 3 в 1. Также, представляете, увидела, я с утра, если есть время, просматриваю весь раздел сейл. Смотрю, на что поменялась цена. При этом я, как правило, помню, ну, что вот, допустим, до этого уходило, я уже эти товары не рассматриваю. И увидела я, что вот два таких средства пошли в корзину. То есть, по-моему, они стоили, если я не путаю девочки, ну, мне кажется, около 200 рублей. И я также увидела, что цена зачеркнута, и стоит цена 50 рублей. Я их взяла со стенда в магазине с расширенным ассортиментом. Просто я, когда приезжаю, если я не вижу товар в корзине, я стараюсь посмотреть на стендах, потому что бывает, что действительно товар еще не успели убрать, либо, может, по какой-то причине, ну, пропустили товар продавцы, и я тогда приобретаю со стенда. Этот товар стоял за полную стоимость на тот момент, когда я со стенда брала. И да, 50 рублей обошелся мне каждый флакон. Также я либо муж у меня будет использовать, либо я своему папочке отдам. Просто у меня муж тоже привередливый, он не все ему нравится использовать. Он, как правило, вот что-то для себя найдет, покупает, и вот без конца одно и то же покупает. То есть, не любитель что-то новое пробовать. Ну, либо сын у меня будет использовать. Давайте вот так покажу. Тоже не знаю, почему в корзину отправили. Как вы видите, девочки, давайте посмотрим. Так, это у нас, я так понимаю, дата производства 400 миллилитров. Я вот так подержу информацию, потому что я сама не очень-то вижу. Давайте вот это посмотрим. Вот, смотрите, здесь прямо написано годен до декабря 23-го. А здесь, я так понимаю, это дата производства. Здесь... А, вот написано срок годности 36 месяцев с даты производства. То есть, все нормально у них со сроками годности. Так, куда бы мне поставить? Давайте я, наверное, салфетки уже уберу. Мы на них уже полюбовались. И поставлю сюда... Сейчас главное еще фон мне не заводить. Потому что я уже переснимаю. У меня уже один раз фон упал. Вот сюда поставлю. И попробую еще немножечко отодвинуть штатив. Вот так, девочки, поставлю. Давайте немножечко подвину штатив. Не прям много покупок. Скоро мы с вами уже в декоративной косметике перейдем. Так, вот так я чуть-чуть подвину. Так, следующее, что я вам хочу показать. Также в корзине обнаружила я вот такую маску для волос. Мне кажется, я уже, может, и брала подобную. Ну, лежала в корзине за 15 рублей. Я решила взять, ну... Так. Дальше покажу вам. Не удержалась я. Взяла зеркала. Первое вот такое. Эта коллекция уже давно, насколько я помню, ушла в корзины. Но в зеркало все продолжало висеть по желтой цене. По желтой цене стоило 199 рублей. В корзину оно ушло за 100 рублей. И, как вы видите, первоначальная цена 4... Ну, 399 рублей. Девочки, не знаю, смогу ли я сейчас открыть. Потому что второе зеркало я открывала, смотрела, не удержалась. А это зеркало я не открывала. Оно тут скотчем залеплено. Давайте я вот так, конечно. Неаккуратно открыла. Ничего страшного. Вот это мы положим. Вот так. Вы знаете, как я люблю всякие блесточки, сияшки, чтобы что-то плавало, переливалось. Это, ну, двухстороннее зеркало. Я на всю не буду открывать. Вот. Вот такое, девочки. И второй вариант. Это из другой лимитированной коллекции. Вы знаете, из этой коллекции еще наборы кистей ушли в корзину. Я их на остатках видела в двух магазинах. И в первый магазин я приехала. Причем это, ну, оба магазина от меня далеко находятся. В первый магазин я приехала, увидела, что кистей нет. Спросила. И мне сказали, о, их еще по желтой цене раскупили. Хотя на остатках они висели. Они по желтой цене, по-моему, стоили 795 рублей. А изначально полторы тысячи или чуть больше. По желтой цене 795, по-моему, рублей. В корзину ушли за 250 рублей. А когда я приехала во второй магазин, который еще дальше, чем первый, находился, мне сказали, что да, кисти были с утра, три набора. Но, естественно, их сразу разобрали. Поэтому кистей у меня нет. Но зато у меня есть зеркальце из этой коллекции. И в корзину еще уходила кисть из другой коллекции. Там такая кисть для тона. И в ворсе, если на ворс сверху смотреть, как лапка кошачья, ну, в корзинах я их тоже не видела. И я знаю, что из той линейки сейчас по желтой цене наборы кистей идут. Ну, мы с вами давайте посмотрим на зеркальце. Также покажу вам информацию. Это первоначальная цена 369 рублей. И я его приобрела за 100 рублей. То есть в корзину они ушли за 100 рублей. Смотрите, как оно красиво переливается. Это тоже двухпородное зеркало. Вот так оно выглядит. Ну, я решила, зеркал много не бывает. Сама буду пользоваться. Или дочкам отдам. Или сестренкам. Ну, то есть всегда есть, кому такую красоту можно подарить. Так, следующее, что я вам хочу показать. Я сейчас девочке посмотрю. Уход я вам весь показала. По-моему, все показала. Мы с вами можем, наверное, уже к декоративной косметике переходить. Но сначала я начну с того, что покажу вам кисть. Это кисть от Essence. С излимитированной коллекцией. В корзину, мне кажется, недели три или две назад ушла эта коллекция. И эта кисть стоила в корзине 69 рублей. За 69 рублей я приобрела. За полную стоимость и по желтой цене я не рассматривала эту кисть для покупки. Но за 69 рублей почему бы не взять. Написано, что это кисть для бронзера. Давайте я вам покажу. Вот такая здесь информация. Буду пользоваться. Я люблю кисти. Специальные, конечно, обычно не покупаю нигде. Но если вижу в корзине, либо что-то мне очень нравится по желтой цене, то я приобретаю. Дальше, девочки, покажу вам. Раз мы уже начали смотреть кисть, покажу вам. Из этой коллекции приобрела я бронзеры. Причем я их в корзинах видела много. Изначально эти бронзеры были представлены в двух вариантах. Какое-то время эта коллекция стояла по желтой цене. И ушли в корзину по 99 рублей. Вот вы видите. 0,1 и 0,2 оттенок. Я бронзеры стараюсь не покупать, потому что я без них вполне могу обходиться. Но к эссенс я, к лимиткам эссенс испытываю симпатию. И если вижу что-то в корзине, то приобретаю, потому что никогда не знаешь, привезут ли к нам в следующий раз какую-нибудь лимитированную коллекцию. И будет ли эта коллекция мне интересна. Вот так выглядит симпатично. Давайте с вами посмотрим. Ну, кстати, здесь светленький оттеночек. Я думаю, мне подойдет. И здесь, смотрите, сделано в Польше. Вот такая информация. Давайте вот сюда мы положим с вами, посмотрим. Из этой коллекции были еще румяна, которые, на мой взгляд, выглядели очень даже как бронзер. Но, мне кажется, их и за полную стоимость неплохо подразобрали. И по желтой цене тоже, ну, наверное, практически все раскупили, потому что на остатках их почти не было. Поэтому из этой коллекции у меня румяна нет. Ну, как я уже сказала, так как это больше было на бронзер похоже, я не расстроилась. И второй вот такой оттеночек. Я, знаете, как, если получается что-то из корзины мне интересное приобрести, я как бы рада. Не получается, ну, тоже ничего страшного, я считаю. Если мне прям сильно-сильно что-то нравится, я и за полную стоимость могу приобрести. И по желтой цене. И также, девочки, из этой коллекции повезло мне приобрести палетку теней. Изначально, мне кажется, рублей 800 она стоила как-то вполне небюджетно. Здесь такой красивый, ну, как вот, бархатный верх, который, наверное, будет заляпываться 6,4 грамма. Вот так она выглядит. Здесь пленочка, которую я сейчас отлеплю, и мы с вами посмотрим. Я как-то думала, знаете, нужна она мне или не нужна, когда они по желтой цене пошли. Решила, что, ну, все-таки теней у меня много. И что, ну, я решила, если из корзины получится приобрести, я приобрету. Если нет, значит нет. Это глиттер. Так, с девочек сейчас как-то буду переносить. Тени по сводчим очень красивые, потому что я у девочек видела такие в покупках. Так, сейчас я тату. И мы с вами остальные посмотрим. Так, надо бы мне было по 5 оттенков набирать. Немножко они разные по текстуре. Хорошенькая палеточка. Ну, вы знаете, за 800 рублей я при моем количестве не все готова приобретать. Здесь, как вы видите, более теплая гамма. Я, наверное, больше холодную гамму приобретаю. Ну, и просто я больше люблю фиолетовые, холодно-розовые оттенки. То есть... Это тоже, конечно, очень красивое. И то, что из корзины она мне досталась, конечно же, я рада, девочки. Я тени люблю. Вот такая красота. И такие оттенки. И давайте я сотру эти сводчи, потому что у нас с вами еще есть что посмотреть. Так, постараюсь побыстрее. Единственное, теперь у меня этот глиттерный оттенок, по-моему, по всей руке. Так, следующее, что я вам хочу показать, это... Ну, давайте покажу большую палетку от Revolution. У Revolution проходит акция при покупке на сумму, девочки, не помню точно, по-моему, от 699 рублей. В подарок идет палетка. И вот эту подарочную палетку мне очень хотелось иметь в коллекции. Я все думала, что купить, что купить. Потому что, ну, в тех магазинах, где я бываю, там как-то особо нечего у Revolution выбрать. Такие стенды полупустые. И я долго думала, и в итоге решила приобрести вот такую палетку. На нее была выгодная цена. Она стоила 995 рублей. Я долго думала, какую именно из вот этой линеечки мне приобрести палетку. Вот так она называется. Ну, я решила, знаете, 995 рублей за то, что я, как бы, в итоге буду иметь две палетки. Я сочла, ну, цену разумной. Ой, сейчас я ее только выну. Ну, естественно, девочки, если вы хотите, да, получить какой-то подарок, всегда уточняйте, есть ли подарки в наличии, прежде чем что-то покупать. А то вдруг вы оплатите товар, а вам на кассе скажут, что подарки уже закончились. Их нет. Поэтому я всегда сначала уточняю, есть ли в наличии подарки, не закончились ли они. Ну, зеркало, пленочка, она у меня там, вон, под открыткой осталась. И вот такие оттенки. Дизайн у этой линеечки, на мой взгляд, весьма и весьма хороший. Ой, не показала вам, девочки, здесь, видите, фламинго на рефилах. Просто у Revolution тоже многие товар был по желтой цене. Соответственно, его, ну, быстренько так подразобрали, потому что, мне кажется, до желтой цены крайне редко Revolution, видимо, завозят. И многое просто за полную стоимость раскупают. И поэтому стенды были пустые. Кстати, от Revolution в эту среду тоже товары пошли в корзину. Тени я не видела. Я знаю, что вот в таких металлических упаковках тени за 250 рублей пошли в корзину, если верить сайту. А вот эта Foil Frenzy, как-то так называется, палетка тоже за 250 пошла. И от Reloid, девочки, не помню, может, за 150 рублей в корзину пошли. Ну, я не видела сама в корзинах. Это информация, которую я на сайте увидела. Я от Revolution видела помады, видела тональные кремы в корзине. Ну, я это брать не стала. Мне это не нужно. Карандаши для бровей, что-то еще вот такое было. Ну, у меня в ближайших магазинах Revolution нет. Поэтому... Ну, плюс, как я уже сказала, очень многого уже, мне кажется, либо изначально не было, либо по желтой цене народ разобрал. Сейчас, девочки, дальше с вами посмотрим. Главное не перепутать, какие я вам оттенки показала, а какие нет. Когда спешишь, бывает, что такое происходит. Что начинаешь путаться, торопиться, и что-то не показываешь, а что-то, может, наоборот. Два раза нанесешь. У меня из вот подобных палеток есть, по-моему, две палетки. Ну, одна из основной коллекции, а вторая к Хэллоуину была палетка пару лет назад, по-моему, выпущена. И вот у меня она есть в таком красивом дизайне. Так, вот такие оттеночки. И четыре оттенка нам осталось. И вот такие. Вот так, девочки, палетка выглядит. Были и другие варианты, но, знаете, я все смотрела и пыталась представить, вот какие оттенки я буду, ну, максимально, да, использовать. Потому что бывают оттенки, которые, ну, может, я не часто использую в макияже. Если таких оттенков в палетке много, то я стараюсь такие, ну, палетки не приобретать. Ну, не хочется, чтобы тени, знаете, пролеживали просто. А тут я так посмотрела, мне показалось, что, ну, здесь оттенки, которые я чаще, возможно, чем какие-то другие использую в макияже. Вот так она выглядит, еще раз покажу. И давайте посмотрим подарочную, подарочную палеточку. Ой, сейчас, девочки, я пленочку поправлю. Посмотрим с вами подарочную палеточку, ради которой вот это все мной затевалось, скажем так. Давайте я как-нибудь здесь немножечко подвину, у меня что-то уже все вылетело. У меня на столе мало места, и очень сложно товар подумать, как положить, чтобы, ну, и удобно было доставать, вам показывать. И на стол все умещалось. Вот такая палеточка подарочная. Смотрите, какая красота. Да, я как увидела этот дизайн, поняла, что мне надо. Просто, ну, если бы можно было поддельно такую палетку приобрести, я бы приобрела. Ну, такие палетки, насколько я знаю, не продаются. Только в подарок вот можно по акции получить. Поэтому приходится участвовать. Девочки, давайте я сотру вот эти сводчи, чтобы нам до локтя не рисовать. Мы с вами будем дальше смотреть. Осталось не прям много, кто устал уже. Я постараюсь сейчас как-то поживей. Вот так она выглядит. Вот сзади информация. Так, давайте я закрою зеркало, и мы с вами будем смотреть. Тоже здесь пленочка. И вот такие оттенки. Смотрите, здесь бабочка, и здесь бабочка. Смотрите, как красиво. И здесь матовых оттенков бабочки. Даже жалко затирать. У меня есть просто, ну, вот подобные, можно так сказать, из такой серии палеточки. Они мне нравятся. Тоже подарочные палеточки. Ну, поэтому мне и это стало нужно. Сейчас, девочки. Присмотритесь, может, в ваших магазинах тоже еще такая подарочная палетка есть. И вы, может, тоже, ну, в этой акции поучаствуете. Дальше с вами смотрим. Тут я бабочку не хочу затереть, поэтому так немножко набираю. Вот такая красота. Дайте сейчас палетку положу и перенесу сфотча. Сейчас, девочки. Я вот эту уберу. Вот так положим. Так, немножко опустим. Так. Дальше я хочу вам показать еще тени. Увидела тоже на сайте, когда раздел макияж, сейл просматривала. И там от марки Элен, от которой я, по-моему, ничего не пробовала. Увидела, что вот такая палеточка в корзину за 50 рублей ушла. И еще, ну, цветной вариант. Ну, цветной вариант я не увидела в тех магазинах, где они на остатке были. Эта марка, кстати, тоже, по-моему, мало где представлена. Тон 0,2. Взяла я ее со стенда. Причем, знаете, мне кажется, уже недели две прошло, как они ушли в корзину. И потом я просто случайно... Я обычно запоминаю, что я видела на сайте из того, что ушло в корзине. Ну, у меня такая зрительная память. И когда я увидела на стенде, я поняла, что я тоже такую палетку видела, что она в корзину уходила. Ну, на сайте, что цена на нее была 50 рублей. И вот на кассе уточнила и оказалось, да, здесь, как вы видите, воск для бровей и тени. Ну, девочки, за 50 рублей я решила, конечно, мне интересно тени от марки. Ну, для меня, да, неизвестные, скажем так, попробовать. Я считаю, практически к любым теням можно подход найти. Тем более технологии все более современные становятся. И мне кажется, что, ну, в любом случае сейчас даже бюджетные тени, ну, как мне кажется, все-таки уже не с такой, да, более старой формулы выходят. Ну, когда, допустим, вот раньше какие тени были. Все равно технологии же прогресс вперед идет, скажем так. И мне кажется, ну, это во всей косметике применяется. Девочки, воск сейчас попробую аккуратно на палец. У меня тут ватные диски, пропитанные мицеллярной водой. Поэтому я пальцы протираю, они у меня чистые. Вот так, конечно, воск-то особо насвоченный, тяжело передать. А, нет, смотрите, все видно. Ну, я думаю, мне такой оттенок подойдет. Так, девочки, вот такие оттеночки. Давайте опять я сотру, и мы с вами еще посмотрим. Так, в эту среду в корзину пошли товары от Катрис, из основной коллекции, которые, мне кажется, месяц они по желтой цене стояли. И потом ушли, ну, в корзину ушли. То, что осталось. Хотя, мне кажется, изначально по желтой цене было не так много продукции, потому что, как я заметила, Катрис, видно, давно не привозили. И стенды стояли еще до желтых цен, уже, можно сказать, пустые. И давайте я покажу, что я приобрела. Во-первых, вот такую палеточку. Это веганская серия. Была представлена в магазинах, где Катрис с расширенным ассортиментом, такие тройные стенды. Палетки эти были представлены в двух вариантах. И я их видела в корзине в двух вариантах. И у меня это вариант 0,10, а в оттенке 0,20 я тоже видела две палетки. Но они обе были такие немножко полуразбитые. И такое ощущение было, что там в них кто-то хорошо так пальцами прошелся. Поэтому я их брать не стала. И, кстати, эта палетка в корзину ушла за 150 рублей. И изначально они, по-моему, мне кажется, 679 или как-то так стоили. Две палетки ушли в корзину, и им на смену один вариант пришел, ну, как бы, новинка. В одном варианте там зеленый оттенок, розовый, вот что-то такое. Для такой палетки полная стоимость, на мой взгляд, очень даже завышена. Здесь, как вы видите, небольшой объем, 6 грамм, картонная упаковка, которая может пачкаться. Зеркала здесь нет, пленочка. И вот такие оттенки. И давайте с вами посмотрим. Если вы помните, у меня из этой линеечки есть хайлайтер в такой картонной коробочке, который мне Танечка из Питера дарила. Хайлайтеры были тоже раньше в двух вариантах представлены. Потом сначала в одном оттенке их вывели, потом в другом оттенке вывели. И на смену, по-моему, так ничего и не пришло. Вот такие оттенки. То есть непонятно, как это выводит, то один продукт, то в одном оттенке, то в другом оттенке. Ну, взяли бы сразу и всю линейку вывели бы, если особо ничего нового в ней не планируют. Судя по тому, что только, по-моему, палетка из декоративной косметики одна только в этой линеечке появилась. Вот такие оттеночки. За полную стоимость я бы, ну, мне кажется, цена завышена, я бы не стала приобретать. Ну, за 150 рублей я решила, оттенки мне такие нравятся, мне интересно попробовать из этой коллекции тени. И я взяла. Жалко, что в другом номере обе палетки были уже, ну, либо просвочены, либо настолько разбиты. Там как-то все сразу как будто и просвочены, и немножко как со сколами они были. Так, следующее, что я вам хочу показать, еще одну палетку. Это, знаете, дизайн из серии а-ля Наташа Динона. Такие палетки стоят, по-моему, 403 рубля. В корзину ушла палетка вот в таком варианте, и на смену пришли две другие палетки, ну, чуть другими оттенками. Вот такая здесь информация. Я эту палетку взяла со стенда, почему-то ее не переложили в корзину, наверное, пропустили. Она, знаете, как-то вот как будто немножко в глубине лежала, ну, вот в глубине стенда. Здесь небольшой объем я где-то видела. Девочки, 4 грамма на 5 рефилов. И здесь немножко, как вы видите, вот этот оттеночек сколот. Но я думаю, видно, что никто в палетке пальцами не лазил. Она не просвоченная. Конечно, если бы она была просвоченная, я бы ее ни за какую цену не взяла. А то, что она немножко разбита, ну, ничего страшного для меня. И она, кстати, ну, обошлась мне в 100 рублей. Я хотела из этой линеечки тени попробовать, но за такой маленький объем, 403 рубля, мне платить не хотелось. А за 99 рублей, при том, что это, ну, можно сказать, моя гамма оттенков, почему бы и нет. Так. Давайте с вами посмотрим. Так оттеночки красивые. Не знаю, как на веках себя будет вести. Ну, так. За 100 рублей очень даже неплохие оттенки. Я имею в виду и сводчи, и оттенки. Я уж не думаю, что тут качество плохое. Следующее, что я вам покажу, это также из корзины от Revolution. Решила я взять, сейчас упал у меня, решила я взять карандаш для бровей. Их, кстати, было много. Светло-коричневый оттенок. Ну, вы знаете, для бровей я люблю тоже разные средства использовать. Ну, я решила, что мне надо. Сейчас, девочки, откроем. Что-то я не подумала заранее все отклеить. Давайте я ножницами воспользуюсь. Сейчас постараюсь побыстрее открыть или здесь как-то разрезать. Еще были, я видела в корзине, карандаши для губ. По-моему, от Revolution Pro. Ну, карандаши для губ я не приобретаю. Вот так, девочки, внутри там коробочка выглядит. Большая коробочка и небольшой карандаш. Вот так он выглядит. Давайте посмотрим. Здесь щеточка. Мне кажется, что изначально как-то не прям бюджетно он стоил. Вот карандаш. И давайте вот здесь посмотрим. Ну, такой он как-то немножко твердовато, по крайней мере, по руке рисует. Ну, буду смотреть. Ну-ка, а сколько его? Давайте посмотрим. Очень много. Мне кажется, что тоже подозрение, что его тут совсем чуть-чуть. Главное, чтобы он не сломался, то я так вот буду крутить. Вдруг он отвалится. Сейчас, девочки. Вот, все. Посмотрите, вот тут совсем немножечко. Поэтому думаю, что даже 99 рублей это дорого. На мой взгляд, девочки. Понятно, что кто-то может, ну, люксовые карандаши для бровей за тысячу покупать. Я, ну, мне кажется, что за такой небольшой объем даже 99 рублей не дешево. Следующее, что я вам хочу показать. Пропустила я это вот из линеечки веганской бронзер. Из корзины за 99 рублей приобрела. Такие бронзеры изначально были представлены в двух оттенках. По-моему, в одном из оттенков весной, которые вывели из ассортимента бронзер. И вот во втором сейчас осенью. 0,10 оттенок. Решила взять. Знаете, это такая была, наверное, спонтанная покупка. Потому что я все-таки стараюсь-стараюсь бронзер не приобретать. Но тут как-то вот спонтанно взяла. Так. Давайте его я вот сюда положу. Еще немножечко вот так сделаем. Вот такой оттеночек. Также за 99 рублей приобрела хайлайтер. Такие хайлайтеры, мне кажется, в двух вариантах за полную стоимость продаются. В номере 0,20 вот пошел в корзину. И весной, насколько я помню, тоже в одном из... Ну, какой-то номер уходил в корзины. Запеченный хайлайтер. Вот такой красивый оттенок. Давайте сюда положу. Давайте посмотрим. И также из корзины приобрела вот такие румяна. Они, по-моему, в четырех оттенках были представлены. Раньше тоже в каких-то оттенках в корзину уходили. Но в этот раз все четыре оттенка продавались одно. Какое-то время по желтой цене и ушли в корзину. Ну, я только в таком оттенке увидела в корзине. Мне кажется, они по желтой цене в большинстве магазинов были раскуплены. Это в номере 0,50. И, насколько я знаю, новые оттенки вот именно в таком дизайне никакие не появились. Знаете, есть еще подобный дизайн, только светлая упаковка. И здесь как такой... Как мозаика румяна. Вот из той линеечки в одном оттенке новые румяна появились. Такая надпись. И давайте посмотрим. И такой оттеночек. Конечно, это все, девочки, надо на лице пробовать. Так. Вот такая красота. Также хочу вам показать... Приобрела я карандаши для глаз от Catrice. Вот такой зелененький. Так, девочки, давайте покажу. Мне кажется, еще и в других оттенках уходили. Я, кстати, видела в корзине разные помады, блески. Мне кажется, еще консилеры, тональные кремы, возможно. Вот такой карандаш. Ну, какое-то что-то между зеленым и голубым. Мне кажется, это цвет морской волны. Ну и, конечно, куда же я без фиолетовых оттенков? Так, это мне тут чек, наверное, прилип кусочек. Девочки, я не думаю, наверное, что актуально оттенки показывать. Раз, ну, карандаши эти вывели. Ну, если честно, я не вижу просто, что там написано. Я вам просто покажу оттенок. Вот такой. Следующее, что я вам хочу показать, это помада. Да, вы знаете, я сначала думала, что я все-таки удержусь. Никакие помады, блески, ничего брать не буду. Держалась, держалась. В среду ничего не взяла. Ну, когда я на следующий день в других магазинах была, все-таки взяла вот такую помадку. В корзине я до этого видела в номере 110. Я взяла в номере 100. Ну, в том магазине, где я была, из этой линейки только такой был. Это у нас серия призма хром. Мне кажется, в этот раз окончательно эту линеечку вывели. То есть в каких-то оттенках до этого выводили. Раньше они были представлены на всех стендах Катрис. Потом их оставили только вот на стендах с расширенным ассортиментом. Ну, где такие тройные стенды. Мне почему-то кажется, что в этот раз... Ну, я видела, что их вывели во всех оттенках. И, по-моему, новые на смену им не придут. Ну, и с таким же дизайном я имею в виду. Вот такой, девочки, оттенок. Был тестер. Я посмотрела, и мне оттенок понравился. А который я не взяла. Вот в другом магазине в номере 110. Он был такой розовый. Ну, немножко барбишно-розовый. Тестеры тоже были. Поэтому по тестерам я все оттеночки смогла посмотреть. И, девочки, что я вам последнее покажу. По-моему, последнее. Надеюсь, что я ничего не пропустила. Это помада от марки Каткин. Я не знаю, как правильно ставится ударение. Я вам уже эту историю рассказывала. Как-то я... Ну, не как-то, а в среду утром я просматривала раздел макияж сейл. И увидела, что вот около этих помадок стоит... Ну, вот написано слово сейл. Я зашла как бы конкретно вот в эти помады. И смотрю, около одной из помад стоит значок... Ну, как вот, процентик. И навела на этот оттенок, нажала. И смотрю, цена 739. Ну, или как-то так зачеркнуто. И стоит цена 99 рублей. Также я... Ну, причем остальные помады за полную стоимость. А именно в этом оттенке почему-то вот 99 рублей. И я посмотрела, где они на остатках были. Они... Эта марка не во всех магазинах представлена. Приехала туда, и на стенде действительно стояла помада. Сейчас, девочки, я ее быстренько открою. Здесь, конечно, очень... Ну, на мой взгляд, красивый дизайн. Ну, стоимость, на мой взгляд, на эту марку, ну, немаленькая. Ну, поэтому за полную стоимость я не беру. Ну, потому что не первая необходимость. И, видимо, ну, не настолько меня прям вот что-то сильно поразило. Когда мне что-то прям сильно нравится, я, ну, и за полную стоимость спокойно могу приобрести. Вот так выглядит коробочка. Давайте с вами посмотрим. Сейчас, девочки, я ее достану. Смотрите, какая красота. Кстати, тестер тоже был. Поэтому я смогла посмотреть какой-то оттеночек. Это C0128. Она, кстати, на магните. От этой марки по желтой цене, по-моему, жидкие помады продаются так же, как и от марки Эпио. И так же, как тинты от марки Юникорн. Какие-то уже ушли в корзину, но какие-то продолжают по желтой цене стоять. Ну, вот именно эта помада по желтой цене не стояла. Она почему-то сразу вот с полной стоимости на корзиночную стоимость перешла. Вот такой оттенок. Давайте выкручу, покажу, девочки. Вот так выглядит. Вот такая красотка. И, девочки, все я показала. Ну, все вместе, если это брать, мне кажется, это было все приобретено. Но вот в магазинах в десяти я была. И то в некоторые магазины я приезжала, на остатках интересующий меня товар был, но в магазине я товар не нашла. То есть не то, что, ну, не всегда бывает, что приезжаешь, и вот прям что-то можно приобрести. И все, кстати, давайте вот еще на колечко еще посмотрим. Такое. Девочки, и все я вам вроде показала, рассказала. Я очень надеюсь, что вы не сильно устали, что вы не заскучали. Я буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии, вашу поддержку. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok